книга открытым оком том 4 тема политика вопрос 1275 как вы относитесь к общественной жизни пойдете ли на выборы как вы лично понимаете долг перед обществом или так как грядет конец света главное спастись отвечает игнатий тихонович лапкин общество состоит из отдельных личностей и долг перед обществом это долг перед отдельными личностями слово долг в кавычках происходит от слова должен апостол павел этот долг выражает одной фразой послание римлянам 13 8 цитата не оставайтесь должными никому ничем кроме взаимной любви или ибо любящий другого исполнил закон деяния 15 20 цитата и чтобы не делали другим того чего не хотят себе филиппийцам 24 цитата не о себе только каждой заботься но каждый и о других долг перед обществом заключается в том что грех одного влечет наказание на всех а хан взял из заклятого 1 а поражение терпела все общество книга и сусановина 7 1 цитата но сыны израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого а хан сын хармия сына завдия сына зары из колена иудина взял из заклятого и гнев господень возгорелся на сынов израиля я живу в россии среди русских и поэтому долг мы перед людьми состоит в том чтобы возвещать им о любви божией и жизнью свою подтвердить что я чадо божие и не быть ни для кого соблазном что далеко не всегда удается у нас строится с нуля православная деревня потеряевка и я чувствую очень большую ответственность перед этим обществом за его будущее не только сегодня но смотрю и дальше что будет с ними со своей стороны я приложила все силы и свой талант чтобы у этого общества в этой общине был устав который предусматривал бы все необходимое для жизни и благочестия 1 тимофею 4 8 цитата ибо телесные упражнения мало полезно а благочестия на все полезно имея об обетование жизни настоящей и будущей 2 петра 1 3 цитата как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благочестию я как бы из потустороннего мира смотрю сегодня на жизнь в этом православном поселении какие их ждут беды ему и может полный развал и бегство отсюда если они будут и дальше также разрушать принятый здесь устав здесь уже происходит замена людей первое поколение уходит в песок и с поселением игоря глушкова и виктор савченко появляется какая-то надежда что устав они сохранят а в этом уставе выражен долг перед обществом не перед шикотаном и калининградом а перед жителями потеряевки если бы здесь селились ревностные христиане такие как виктор андреевич яковлев татьяна кузьминична капустина члена нашей барнаульской общины то я мог бы спокойно умереть выполнив свой долг перед этим обществом насколько же здесь хорошо такое чудное местоположение рядом железная дорога уже есть электричество и телефон есть религиозная община а поселившиеся здесь безумствует и все это разрушают да услышит бог нашу молитву и развеет враждующих против устава и да будет более ревностных поселенцев на выборы никогда не хожу но всегда молюсь чтобы бог дал мудрых правителей многострадальной россии которая никогда не была святой а была всегда пьяной полуязыческой полудикой полуазиатской если бы было хотя бы две кандидатуры и одна из них добрый христианин то я пошел бы на выборы нет виноградной лозы а есть только терновник репей и крапива и поэтому избирать всегда брата убийцу а вимилеха книга судей 9 с 8 по 16 стихи пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине цар Estoy над нами маслина оставляли я туг мой которым чествуют богов и людей и пойду ли скитаться по деревам и сказали дерева смоговница Иди ты цар �anco в ней Смоковница сказал им Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой и пойду ли скитаться по деревам и сказали дерева виноградной лози иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им, оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева терновнику, иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам, если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Афимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иероваалом, и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? Матфея 16, 26, цитата. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Главное, конечно же, спасти свою душу, и это себелюбивое желание идет только через заповедь о самопожертвовании на пользу ближнего, то есть всего общества. Евреям 10, 25, цитата. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. 1 Петра 4, 7, цитата. Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.